Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танке АМХ М4-54. Соответственно, мы сможем увидеть, сколько урона может данный танк нанести. Но я думаю, вы понимаете, что тот нерв, который разработчики сделали для данного танка, он настолько незначительный, что, в принципе, АМХ как нагибал, так и нагибает. Может быть, чуть-чуть его эффективность снизилась на 5-10%, не более. Итак, друзья, конечно, мы все ждем боевого пропуска. Я, в принципе, сразу понимал, даже не зная инфу, что будет все это связано с народными сказками, потому что это лучше всего как-то реализовать, и больше всего нам по духу. И, соответственно, можно будет получить уникальных командиров из сказок. То есть вы можете видеть, что тут какой-то, я не знаю, царь Кощей, Баба Яга и так далее. Там Иван Дурак, такие вот знакомые личности, и это довольно-таки прикольно на самом деле. Напишите в комментариях, как вам такая идея. Идея смогла Леста выкрутиться из данной ситуации, либо все-таки с Терминатором гораздо лучше. Ну и, друзья, вот победитель, который выиграл Галду в прошлом видео, 1000 золота он получает. Если, соответственно, хотите тоже урвать золотишко, то просто смотрите видео и комментируйте его. Не забывайте указывать свой игровой ник. Галда разогревается только на Руссервере. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, поиграю на сайте в Vodhub. Пооткрываю коробки. Так, падает золото. Нужен прям там, конечно, сейчас. Ну, желательно. О, офигенно. ИС-3 выпал неожиданно. Не думал, что выпадет, честно говоря. Хороший сюрприз. Дайте еще последок. Отлично, в принципе. И также, друзья, не забывайте вводить промокод. Вот он. Активируйте его и получаете дополнительный бонус золота на сайте. Также тут в разделе бонусы дополнительные розыгрыши. При этом есть и бесплатные. Например, можно выиграть 7 дней према. Ссылка в описании на сайт. В недавнем патче разработчики снова некоторые манипуляции сделали на тестовом сервере с некоторыми новыми танками, которые скоро выйдут. И по этой информации, в принципе, можно судить, какие танки нам стоит ждать и как их можно будет получить. Начнем с К-91 вариант 2. Соответственно, это танк 9 уровня прем СССР. Обычно такие танки добавляют в боевой пропуск, что, в принципе, логично, так как в боевом пропуске как раз девятки. И обычно это просто, ну, такие вот не прем девятки, а не полноценные премы, а только акционные танки. Но, тем не менее, их с удовольствием многие игроки получают. Цена в голде всего лишь выставлена. Также убраны теги некоторые. То есть, по сути, танки готовятся к выходу. Что интересно, у этого танка добавлен тег заработок бон. То есть, видимо, он сможет это сделать. Но также по этому танку изменен класс танка с акционного на премиумный. И вот тут это любопытно, на самом деле. Потому что, ну, обычно, если изменяют статус, то есть вероятность, что данный танк уже пойдет не в боевой пропуск, а конкретно в марафон. Я лично считаю, что это вполне даже возможно. Хотя сам по себе танк, я бы не хотел бы, конечно, его увидеть в марафоне. Но, тем не менее. Т-54 Heavy Tank, соответственно, тоже самое. Добавили цену в голде. Убрали теги танка, секретный, тестируемый. И добавили тег заработок бон. Также тут не написано, в отличие от К-91, что танк премиумный полноценно. Так что, есть вероятность, что это не прем уже будет, а, соответственно, просто для боевого пропуска танк. Также добавили танк Т-832. Но это только для Европы. На РУ сервере его не будет. Это, соответственно, там у них вместо УХО будет Т-32. Но он называется просто по-другому немножко. Ну, даже сильно название отличается. Добавлен танк М-47 Iron Arnie. Но это только для европейского сервера. И добавлен танк 116 F-3. Это танк 10 уровня. Напомню, что именно этот танк будет на глобальной карте. То есть, продаваться за боны. Это уже информация практически, ну, очень вероятная. То есть, там 90% шанса, что именно этот танк будет... Об этом даже вот экспресс написал. Например, если у вас интересные источники. Так что, ну, думаю, вряд ли тут что-то поменяется. Цену в Галде выставили. Также изменен класс танка с премиум на акционный. Ну, что, в принципе, логичный. Все-таки танк 10 уровня. Ну, и также добавлен Карачун. По сути, это УХО. У него будет 3D стиль. Только в платном боевом пропуске этот 3D стиль будет фармить Галду раз в день. Там, собственно, рандом будет. Сколько Галды выпадет? По-моему, от 5 до 2500 Галды может выпасть. И вот интересный танк Леон. Итальянский 10 уровень тоже подготовлен к выходу. И вот это вот любопытно, скорее всего, опять-таки, об этом много раз говорил. Этот танк будет в конструкторском бюро. Ну, то есть, можно будет его купить за ресурсы, в том числе за боны. Ну, там много ресурсов нужно будет ставить, как в прошлый раз. Я думаю, ничего не поменяется. То есть, тебе там серебро, бонус, золото, свободный опыт и так далее. Ставишь то, чего тебе больше не жалко, чтобы получить танк. Наверняка у этого танка еще будет уникальный номер. В принципе, как вы можете видеть, логика тут действительно прослеживается. Но также еще есть танк УДИС-03АЛ-3. Один из таких вот стареньких танков, который постоянно там тестировался. Постоянно что-то там поменялось у него. Это 9 уровня. И вот его, может быть, тоже боевой пропуск добавит. Соответственно, как раз Кадью на стадии, он, возможно, будет в марафоне. А вот эти два танка, там, Американец и Швеция, соответственно, СТ-шечка пойдет в боевой пропуск. Но это не точно, это так, предположение. Но, согласитесь, логично. Также, детство, на официальном сайте написало, что, соответственно, теперь она может нерфить премтанки. То есть, это прям официальное заявление. В случае необходимости характеристики машины могут быть изменены. В том числе и после ее приобретения. Компенсация в таких случаях не предусмотрена. Вот официальное заявление. То есть, те, кто думает, что премтанки совершенно неприкасаемы, их не будут трогать, нерфить. Ну, на ру-сервере, похоже, это правило работать не будет. Ну, и вот все награды, которые можно получить будет в боевом пропуске. И, в целом, их немало. Тут и 600 тысяч серебра, хотя это, конечно, сумма смехотворная. Но, тем не менее, там 600 бонт. Всякие разнообразные резервы. Это именно платная часть. 8 дней према. Чертежи. Уникальные командиры. Бесплатно тоже доступно неплохое количество наград. Но гораздо меньше. Особенно, ну, в общем-то, не особо такие награды полезные, неприкладные. Тут всякие наклейки, ну, там, стикеры на танк. Ну, они прикольные, конечно. Ну, в общем, естественно, за 2500 золота улучшенный боевой пропуск даст вам больше того, что можно использовать. На этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока.